Я Дятлов Анатолий Степанович, бывший заместитель главного инженера Чернобыльской атомной электростанции по эксплуатации. Давайте вернемся к тому, в общем-то, злочастному дню, 25 апреля 1986 года. Я говорю 25 апреля, потому что начало работ по остановке 4-го энергоблока на ремонт как раз было начато 25 апреля. Но после того, как снизили мощность, отключили одну турбину, как известно, диспетчер энергосистемы запретил дальнейшее снижение мощности. Это было в середине дня, 25 апреля. Ну, как всегда, мы полагали, что дальнейшая разгрузка станции будет разрешена к вечеру. После прохождения максимума вечернего употребления электроэнергии. Поскольку у нас еще намечались, то есть были не выполнены намеченные работы, которые всегда проводятся в том или ином объеме при остановках энергоблока на ремонт, и я практически всегда при пусках блока и при остановках блока находился на блочном щите или на самом блоке от начала и до конца. Здесь из-за остановки я пошел домой немного поспать после обеда и попросил оперативный персонал, чтобы мне сообщили, когда будет разрешено дальнейшее снижение. Ну, где-то часа два-три поспал и около десяти часов мне позвонили с блока, что разрешено дальнейшее снижение мощности энергоблока. И я пришел на блок. На блочный щит управления пришел около одиннадцати часов, когда мощность реактора была еще пятьдесят процентов и в одиннадцать часов начали дальнейшее снижение. Переговорил я затем с начальником смены блока предыдущей смены Юрием Трегубом. Поговорил с Сашей Акимовым, это начальник смены блока, который заступал в ночь. Все вопросы были для них ясны. Как для Трегуба, так и для Акимова. У нас никаких особых работ уже к этому времени не оставалось. Нужно было снизить мощность, разгрузить турбину, по мере разгрузки замерить ее вибрации, потому что на восьмой машине как раз была повышенная вибрация, и нужно было отбалансировать машину. Затем нужно было измерить, ну или провести эксперимент по выбегу турбогенератора и питанию механизмов собственных мушт во время максимальной проектной аварии. Это был эксперимент, который должен был быть, вообще-то говоря, проведен еще до начала пуска энергоблока. Его припуски энергоблока не провели. Затем в 1984-1985 годах был проведен эксперимент, однако показал неудовлетворительные результаты по скорости падения напряжения, и пришлось доработать блок в системе возбуждения генератора. И вот теперь после доработки в 1985 году на третьем и на четвертом энергоблоках были проведены эксперименты, но на холостом ходу. А затем намечен эксперимент, наиболее приближенный к реальной обстановке. провести его было необходимо, и это делается всегда, поскольку это была проектная система. Необходимо сказать заранее, что эксперимент этот никакого отношения к аварии не имеет. Это его связали с аварией только недобросовестные расследователи этой аварии. А так все это произошло из-за совершенно неудовлетворительных характеристик реактора, которые тогда еще не были ясны. И сама авария вот такой ее даже нельзя назвать и аварией, это катастрофа, которая не мыслилась. неудовлетворительных могла произойти при проведении любой другой работы, ни коим образом не связана с проведением эксперимента. она произошла при проведении эксперимента, но не из-за проведения этого эксперимента. И программа составлена в общем-то грамотно, осмысленно. Мы ее обсуждали несколько раз. и она уже до этого была еще обсуждена не раз. Никаких замечаний практически по ней-то и не было, несмотря на то, что после аварии она была под пристальным вниманием очень большого количества специалистов. Но существенных каких-то замечаний ни один не дал. Все это ну совершенно натянутые. Особенно говорят, что программа меры безопасности не предусматривала. Неверно это. если посмотреть всю программу, то там совершенно ясно и четко указаны все меры безопасности, в том числе по переключению питания, электрических систем и прочее. Но хочу сказать, что никакого отношения к аварии эта программа не имела. в дальнейшем я ушел с блока, то есть с блочного щита управления пройтись по помещениям с тем, чтобы осмотреть прямо непосредственно перед остановкой места и более интересные для меня. Потому что обычно какие-то эффекты проявляются при смене режима работы. Более охотно проявляются это с одной стороны, с другой стороны, когда еще параметры температуры, давления полные, но мощность снижена, можно более внимательно осмотреть оборудование в тех помещениях, где очень неблагоприятная радиационная обстановка. Примерно в половине первого ночи я вернулся на блочный щит управления и прямо от двери увидел, что около щита управления реактором склонились несколько человек. это был сам оператор реактора Топтунов, Акимов Саша и дублеры оператора реактора Кудрявцев, Проскуряков, возможно был кто-то еще, хотя я не помню. Я подошел и увидел, что мощность реактора порядка где-то 50-70 мегаватт, спросил у Саши Акимова почему такая низкая мощность. Он говорит, да вот при смене автоматического регулятора мощность провалилась до 30 мегаватт. снижалась. Ну, никаких вопросов это не вызывало. Нет таких реакторов, где бы мощность не снижалась по тем или иным причинам. Нет таких операторов, у которых мощность бы непредусмотренно снижалась по каким-то причинам. И это совершенно обычное явление. поэтому у меня никакой тревоги или чего-то не вызвало. Я разрешил подъем дальше мощности и отошел для того, чтобы переговорить с Метленко руководителем по выполнению технической программы ВЭБИГа турбогенератора по готовности к ее проведению. Нас обвиняет тут, что вот мы после этого провала в нарушение подняли мощность реактора. Никакого нарушения здесь нет. Все это согласно регламенту. Да, конечно, провал мощности отрицательно повлиял. Но это только на таком реакторе, который выполнен с большими отклонениями от тормпроектирования. Только на таком. А так это все было согласно тех эксплуатационных документов, которые были на 1986 год. И никаких нарушений мы не сделали. И вообще на нас столько наговорили, что создается впечатление, что мы инструкции изучали только для того, чтобы знать и делать наоборот. И аварийную защиту вывели в нарушение. На самом деле никакого нарушения. Когда меня арестовали, я следователю сразу же указал, что никакого нарушения нет и показал пункт регламента. но это абсолютно не помогло, потому что и дальше в обвинительном заключении, и в приговоре все это идет как нарушение персонала. На самом деле никаких нарушений, которые могли бы привести не только к взрыву, а даже к остановке реактора 26 апреля и 25 оперативный персонал не делал, не допустил. И ни о каком взрыве реактора не может быть и речи, если бы реактор был выполнен согласно правил проектирования реактора. вот после того как мощность была застабилизирована на 200 мегаваттах, все работы по замеру вибраций турбины были сделаны. Саша Акимов доложил мне, я собрал всех людей заинтересованных в проведении опыта, провел последний инструктаж и разошлись для наблюдения каждый за теми приборами, которые ему были названы. В один час 23 минуты 0,4 секунды начался эксперимент по выбегу турбогенератора. Это зафиксировано системой контроля и все было, все шло нормально. Было очень тихо на блочном щите управления, никто не разговаривал, все наблюдали за тем процессом, который проходил в это время. Я услышал разговор обернулся, оператор реактора Топтунов что-то говорит о кеме. От меня они находились на расстоянии 80 метров, а сами они друг от друга находились в 2-3 метрах. что они говорили я не слышал, но разговор у них был совершенно спокойный. Акимов сказал глуши реактор и показал пальцем так дави кнопку. Я отметил, что на инструктаже было условлено сразу с началом выбега глушить реактор. Почему-то Саша Акимов не дал команду на глушение реактора. Но я и тогда не придал значения этому. после того, как я изучил все показания приборов после аварии уже и сейчас не придаю. И практически со мной согласны все. Отправлял я и в МАГАТЭ. Они тоже согласились со мной, что авария произошла бы и при начале. эксперимента, если бы была нажата кнопка. Не от этого абсолютно не от этого авария произошла. Топтунов по команде Акимова нажал кнопку аварийной защиты в 1 час 23 минуты 40 секунд. Хочу сказать, что кнопка аварийной защиты это ну она так называется ослужит она как в аварийных так и в самых обычных условиях для того, чтобы останавливать реактор. И если до этого все было спокойно то по разговору между Топтунов и Акимовым я понял, что никаких вопросов нет. Потому что когда Акимов сказал глушев реактор сам повернулся снова к прибору если было бы что-нибудь тревожное он обязательно подошел к пульту реактора. я повернулся должен наблюдать и через несколько секунд а по системе контроля это ясно что через 4 3 4 секунды начали появляться аварийные сигналы и предупредительные и затем в 1 час 23 минуты 46 секунд произошел взрыв реактора. Дальнейшее расследование показало и сейчас практически все специалисты сходятся на том что реактор взорвала именно аварийная защита. то есть аварийная защита которая обязана заглушить реактор в аварийных условиях уж не говоря о нормальных данном случае сработала как запал от это парадоксально это немыслимо но это так и сейчас именно все сходятся на этом вообще говоря можно мыслить что аварийная защита не справилась с быстротекущим каким-то процессом но чтобы сама аварийная защита взрывала ряд вот такого и помыслить в страшном даже помыслить невозможно и в страшном в страшном сне не может это присниться вот и вот здесь раздался взрыв ну как это выглядело для меня это было мощное такой мощный удар сотрясение всего здания вот я поднял взгляд на потолок откуда посыпались на голову осколки фальш потолка и через секунду буквально ну две произошел другой взрыв вот замигали множество аварийных сигналов вот погас свет и через короткий промежуток времени зажегся на блочном щите первое что я подумал что это произошло что-то с диораторами которые расположены непосредственно над блочным щитом диораторы это такие большие емкости частично заполненные водой и паром поскольку взрыв был очень мощный то подумал хлынет горячая вода оттуда на блочный щит управления я резко скомандовал всем на резервный пульт управления однако все стихло и команду я отменил никто еще не ушел в дальнейшем на блочном щите не было ни протечек воды ни протечек пара что именно произошло я естественно в то время не мог знать и не мог предполагать по выработанной привычке это уже стереотип сразу же после происшествия это смотришь на приборы на сигнализацию что же произошло и первый же взгляд показал что произошло что-то ужасное что это вовсе не авария в обычном смысле слово потому что прямо чуть наискосок от того места где я стоял были приборы показывающие давление в первом контуре давление ноль тогда я пошел вдоль щитов я осматривал приборы дошел до приборов где показывает расход теплоносителя по активной зоне тоже ноль для эксплуатационника это в общем-то ясно показывает катастрофу потому что давление в первом контуре ноль расхода теплоносителя нет это значит тепловыделяющие элементы то есть топливные кассеты не охлаждаются и через короткое время они расплавятся это полный крах ну правда в данном то случае топливо превратилось в прах при взрыве ну это конечно я после уже узнал что топливо превратилось в прах а в то время я безусловно этого не предполагал вот было совершенно непонятно что произошло потому что авария произошла ну будем называть аварией на самом деле это конечно катастрофа вот авария произошла в обычной будничной обстановке ничего не предвещало этого никаких рискованных каких-то мероприятий ничего у нас не было все было нормально и после того как уже все произошло и вот расследование показало что система контроля в момент нажатия кнопки аварийной защиты не отмечает ни одного аварийного и даже предупредительного сигнала все произошло в спокойной рабочей будничной обстановке когда произошел взрыв никакого никто собственно не предполагал и не мог представить что произошло я дошел когда вдоль щитов с приборами до щита управления реактором ребята стоят ну растерянные совершенно а в общем-то как они и могли другого и не могло быть если оператор нажимает кнопку аварийной защиты которая должна заглушить реактор в нормальной спокойной обстановке и вместо этого получает взрыв то другого чувства кроме растерянности и не может быть я не знаю какой у меня был вид в это время потому что на себя я со стороны не мог посмотреть но чувство своей я помню это полное недоумение что произошло и почему я уже сказал что разговор Топтунова с Акимовым был совершенно спокойным ничего тревожного за 7 секунд до этого взрыва не было вот когда я взглянул на приборы на щите управления реактором то наверное волосы мои поднялись дыбом несмотря на то что обесточены были муфты управления стержнями аварийной защиты стержни стоят и находятся в каком-то промежуточном положении опущенные на 2,5-3 метра реактивный прибор который показывает реактивность показывает положительную величину для а это означает что мощность реактора должна увеличиваться и естественно у меня это вызвало ну как растерянность я немедленно сказал Кудрявцеву и Проскурякову бежать в центральный зал и опускать вручную стержню управления только ребята выскочили я понял что в общем это было распоряжение глупое ненужное не пойдут они все равно я сразу же выскочил в коридор но ребята уже скрылись много много тысячу раз я анализировал свои действия и поступки после аварии ну и можно сказать что вот это вот только распоряжение мое было неправильно здесь я понял что произошло непоправимое однако что именно и что надо делать ясности не было никакой паники среди всех людей которые находились на блочном сети это где-то 13-15 человек было ничего я не наблюдал и в дальнейшем никакой паники среди людей обслуживающих блок я не наблюдал и должен сказать что 26 апреля ни одного своего распоряжения мне не пришлось повторять дважды все выполнялось если это было возможно вот оперативный персонал после аварии сделал все возможно к сожалению для многих это оказалось смертельным если хочешь что-то делать то надо знать что-то по приборам картина представлялась совершенно ужасная но информации к тому что делать она не давала поэтому я вышел когда в коридор там была пыль дым я вернулся и сказал Акимову чтобы он включил вентиляторы дымоудаления а сам через другой выход прошел в машинное отделение там картина предстала ну совершенно ужасно чьи кровли была обрушена плиты частично обрушились и повредили трубопроводы горячая вода струями бьет в разные стороны пар вспышки короткого замыкания в электроцепях резкие щелчки такие как выстрелы около седьмой машины повреждены упавшими плитами перекрытия трубопровода масла и масло загорелось но там уже ребята бежали к тому месту я вернулся на блочный щит и решил подняться в центральный зал посмотреть что с реактором однако когда прошел по коридору тут же мне встретились операторы центрального зала и операторы газового контура оператор центрального зала Анатолий Кургус был страшно обожжен паром у него с лица кожа клочьями висела и руки тоже были обожжены и клочьями кожа была что под одеждой естественно не видно я я что идите санпропускник туда сейчас подойдет машина скорой помощи которую вызвал Александр Акимов вызвал он также пожарную команду но оказывается пожарная команда приехала поехала уже раньше потому что один из пожарных был на улице когда произошел взрыв оператор газового контура Симоненко сказал мне что разрушен реакторный цех я прошел немного подальше по коридору на 10 отметке и выглянул в окно увидел что стены центрального то есть реакторного цеха нет она обрушена тогда прошел вниз вышел на улицу и обошел пошел вокруг реакторного цеха но они вместе реактор четвертого блока помещение химцеха и реактор третьего блока они без разрыва сделаны я обошел все это вокруг картина конечно была ужасная двух стен реакторного цеха западной и северной не было кровли реакторного центрального зала не было обрушена обрушена во многих местах льется вода вспышки короткую ну коротких замыканий в электроцепях на кровли химцеха химцеха в нескольких местах и реакторного цеха блока 3 в нескольких местах мелкие очаги пожара большого пожара не было но было несколько очагов я дошел до третьего блока там стоит стоят машины пожарные у шофера одной из машин я спросил кто старший он показал как раз лейтенант правик шел я его в лицо то знал но по фамилии тогда я не знал его я ему сказал куда надо подъехать чтобы подсоединиться к пожарному трубопроводу который шел на крышу он начал разворачивать машины а сам я зашел на третий блочный щит на третьем блоке я спросил мешает ли что-нибудь работе начальник смены блока Богдас Саров Юрий сказал что осмотрели пока ничего не мешает и я ушел на четвертый блок когда сравнялся с центральным щитом управления это электросетями управления вышел оттуда заместитель начальника электроцеха электроцеха Александра Лиличенко забрал я его и пошли мы на четвертый блок там Лиличенко и Акимову я сказал чтобы обесточивали все механизмы вытеснили водород из генераторов и сливали масло с турбин потому что сделать что-нибудь с реактором было уже это я понял было невозможно с этого времени для меня реактор четвертого блока стал существовать только как источник опасности для рядом стоящих первого второго третьего блоков и необходимо было принять меры по предотвращению возникновения новых пожаров а что они бы возникали в той обстановке это несомненно поэтому самые основные обесточения вытеснения водорода слив масла необходимо было выполнить как можно скорее Акимов и Лиличенко с операторами турбинного и прежде всего электрического цехов приступили к выполнению этих работ они эту работу выполнили получили кто тяжкие повреждения а для кого это оказалось смертельно в это же время петя полумарчук принес инженера наладочного наладочного предприятия шашинка Володя состояние было в общем шоковое его вожгло водой и боль видимо превысила все мыслимые пороги он только слабо шевелил глазами но ни стороны ни криков ничего не было а когда я проходил там в коридоре видел красносилки я сказал ребятам забрать носилки и отнести шашинка на медпункт полумарчук и анатолий шевчук забрали шашинка и понесли к утру шашинок уже умер оказалось что это вторая жертва а первая жертва была это Хадимчук Валерий оператор главных циркуляционных насосов его прямо при взрыве обвалившимися конструкциями придавило и где он находится так и не нашли он погребен на блоке но тогда еще этого я конечно не знал Акимов и Лиличенко стали выполнять эту работу а сам я снова вышел на улицу поскольку обстановка там была тревожная пожар то есть очаги огня еще не были погашены когда увидел это зашел снова на третий блок и приказал Багдасарову глушить реактор третьего блок а сам пошел снова на четвертый блок ну здесь мы встретились с перевозчим кавалерием в начале там смены ряд данного цеха он сказал что нет Хадимчука Ювченко я и дозиметрист и перевозченко пошли в зал ГЦН в котором должен был быть Хадимчук ничего мы не нашли так и в дальнейшем не нашли вот но здесь уже все мы были ну в плохом физическом состоянии вернулся когда на блочный щит то произошел полный упадок сил видимо как по физическому состоянию так и по моральному потому что никакой сиюминутной задачи я уже не видел то что можно было то что я считал возможным нужным выполнить мы мы в это время к этому времени сделали ничего другого я не видел ну да и видимо и по физическому состоянию просто уже не мог быть ну в нормальном что ли состоянии несколько раз всех нас уже вырвало и вырвать ничего не оставалось уже кроме внутренностей здесь раздался звонок Акимов дал мне трубку сказал что Брюханов звонит Брюханов был в штабе гражданской обороны и сказал чтобы я шел туда помылся переоделся забрал с собой диаграммы три штуки это мощности реактора давления первого контура и прошел штаб гражданской обороны ничего сообщить удовлетворительного конечно директору я не мог разложил диаграммы сказал что произошел наброс мощности вероятно в результате какого-то неправильного действия аварийной защиты аварийной защиты это конечно оказалось правдой но не всей правдой вот а другого я в то время и не мог сообразить и не пытался и не пытался сообразить потому что была работа которую необходимо было выполнить здесь здесь меня снова потянуло на работу я выскочил на улицу меня посадили в машину скорой помощи и отвезли в больницу состояние конечно было крайне плохое однако после того как медицинская сестра поставила капельницу и одну или две бутылки влила физраствор или что-то может не знаю удивительным образом сон пропал вышел я смотрю и ребята тоже разговаривают собрались курилки и началось обсуждение как что и почему и это обсуждение как что и почему продолжалось и в Москве куда нас отвезли 27 апреля ну одну партию отвезли еще 26 апреля а большую часть отвезли 27 апреля и там в больнице оказался надолго полгода выписался 4 ноября 1986 года приехал в Киев а 4 декабря через месяц меня арестовали ну давайте чуть перервемся но арест для меня не явился неожиданностью потому что еще в больнице когда лежал то несколько раз приходил следователь ну допрашивал тогда еще как свидетеля однако по всему ходу уже было ясно что обвинен будет персонал до другого и быть не могло в Советском Союзе не происходило аварий из-за плохого оборудования в Советском Союзе были аварии только по вине обслуживающего персонала диспетчер там оператор мастер а из-за плохого оборудования не было таких случаев я не припоминаю хотя после много я интересовался ну зачем арестовали меня почему нельзя было обойтись взятием подписки о невыезде в общем-то мне это непонятно было общественной опасности я не представлял к декабрю уже все практически свидетели были допрошены поэтому как-то повлиять на следствие или на расследование я тоже на свидетелей я тоже не мог ну арестовали значит арестовали первое время для меня конечно было не обременительным потому что следствием были собраны документы до этого мне неизвестны и по этим документам я понял что оказывается проектантам уже давно были известны эти отрицательные свойства реактора которые привели фактически к аварии в 1986 году они были известны практически за 10 лет то есть уже по эксплуатации первого блока на Ленинградской атомной электростанции после аварии в 1975 году были и другие предложения потом которые мне то не были известны до этого я знакомился с делами для меня уже к декабрю стала полностью ясна картина почему как произошел взрыв и практически с того времени я не изменил нисколько своих представлений об этом хотя с этого времени появилось несколько отчетов расчетов после аварийных добавочных но они только дополняли картину а для меня было ясно уже в декабре 1986 года как это произошло суд задержался по разным причинам в частности из-за болезни главного инженера Николая Матерьевича Фомина и в июле и в июле 1987 года состоялся суд над чернобыльскими преступниками как это было объявлено было объявлено ну что суд другого суда быть не могло после того как в июне 1986 года научно-технический совет под председательством Александрова возложил всю вину на оперативный персонал правительственная комиссия подтвердила так сказать это а затем вышло постановление политбюро а какой же суд мог пойти против коллективного разума всегда правого бесконтрольного политбюро это было бы наивным предполагать вот в общем-то он был предрешен исход этого суда я хочу только сказать что судья в общем-то четко представлял что он выполняет вполне определенный социальный заказ потому что 24 мои вопроса судебно-технической экспертной комиссии судья отклонил а эти вопросы были как раз направлены на выяснение соответствовал ли реактор РБМК-1000 в 86 нормам проектирования до сих пор до сих пор м м Продолжение следует...